Всем привет! Меня зовут Татьяна Андреева. В предыдущем выпуске я загадала загадку. Сколько месяцев в году содержит 28 дней? Правильный ответ – все 12 месяцев. Сейчас программа выберет победителей. Победителями стали Бегзат Нуржанович и Поля Фани. Поздравляю победителей! Передаю вам привет! Ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Следующая загадка. Где находятся города без домов, реки без воды, а леса без деревьев? Пишите свои ответы в комментариях. Двум победителям я передам привет в следующем выпуске. Переходим к мастер-классу. В этом видео я покажу, как сделать такой пенал. В качестве примера я выбрала киви, но по этому принципу можно сделать пенал в форме любого фрукта. Этот пенал удобный, необычный и вместительный. Ссылки на шаблоны детали с указанием размеров я оставила в описании под видео. В этом видео я спрятала две такие пасхалки. Два самых внимательных зрителя, нашедших их, получат сигны от меня. Победители определит программа. Свои ответы оставляйте в комментариях. Пенал я сделала из фетра, но подойдет любая не сильно тонкая ткань. По шаблону вырезаю основную деталь из зеленого фетра. Кстати, можно использовать кухонные салфетки. Зеленую кухонную салфетку можно купить фикс прайс. Посередине вдоль нужно сделать разрез для молнии. Я сложила заготовку вдвое и разрезала ножницами по отмеченной линии. С боков делаем небольшие надсечки, чтобы молния не топорщила ткань. Потом берем молнию подходящего размера и вшиваем ее, либо приклеиваем на горячий клей в подготовленный разрез. Я использую горячий клей. По-моему, так быстрее. Вот что должно получиться. Потом приклеиваем или пришиваем две детали киви симметрично относительно молнии. Вот так. Еще добавляю желтую обводку из фетра по краю. Стараемся приклеивать все аккуратно, настолько, насколько получится. Простым карандашом или специальным исчезающим маркером для ткани намечаю косточки. А потом прошиваю их черной ниткой сложенной в четыре раза. Я делаю по два стежка на косточку, этого вполне достаточно. Все косточки прошиты, все очень просто. Отрезаю лишнюю длину молнии. Теперь из коричневого фетра я вырезаю длинную деталь, это дно пенала. Горячим клеем или нитками с иголкой нужно пришить либо приклеить дно к основе пенала. Горячим клеем, начиная от середины, склеиваем две заготовки пенала между собой по краю. Ну а если вы любите шить, то можно эти детали сшить. Это нужно делать по чуть-чуть, постепенно, симметрично. Клеим право, клеим лево, право-лево, и так далее. Все, пенал сложился в дольку киви, он полностью готов. Как видите, принцип изготовления прост. Можно сделать арбузик или апельсин, ну и прочие фрукты. Пеналом лично я буду пользоваться, мне он понравился. Надеюсь, и вам эта идея пришлась по душе. Перейдем к пасхалкам с предыдущего видео. Первую пасхалку я разместила здесь, на моменте 0056. Сейчас программа определит победителя. Это Екатерина Пивоварова. Вторая пасхалка была спрятана тут, на моменте 0350. Победила Ангелина Викторова. Девчонки, я вас поздравляю, ваши сигны опубликованы в моей группе ВКонтакте. Еще хочу поблагодарить за позитив Маргариту Зименко, автор канала Гоп Стоп. Спасибо за поддержку и привет тебе от меня. Твоя сигна есть в моей группе ВКонтакте. Автор лучшего комментария этого выпуска тоже получит персональный привет от меня в следующем выпуске. Следи за выходом моих новых выпусков на моей странице в Инстаграм. Отдельную благодарность выражаю моим рукодельницам. Спасибо за фото ваших работ, выполненных по моим мастер-классам. Вы не перестаете меня удивлять. И если ты тоже хочешь поделиться своей работой, загружай свои фото в моей группе ВКонтакте в альбом вашей работы. Я с удовольствием покажу их в одном из следующих выпусков. Твое творчество увидят десятки тысяч зрителей. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся. До новых выпусков и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok